8 июня 1949 года мир впервые узнал о книге Джорджа Оруэлла, 1984 год, страшное предсказание о диктатуре Большого Брата. 74 года спустя, 8 июня 2023 года, был осужден во второй раз Дональд Трамп. Совпадение? Да нет, наверное. Страшное предсказание сбывается. Мы живем при диктатуре, и надо называть, наконец, это своими словами. Это второе. Второй раз за последний месяц, да, последние полтора месяца, Трамп был признан виновным. Теперь уже Министерством юстиции под управлением Марика Гарнольда федеральное жюри признало его виновным за ненадлежащее хранение документов, которые он имел право и рассекретил, еще будучи президентом Соединенных Штатов. Осужден ровно за то, что нынешний президент, почему велению сейчас это все происходит. Так вот, Байден держал только в своем университете 1850 коробок таких документов. Тем не менее, были они найдены и у вице-президента Пенса, но его как бы признали невиновным. А вот Трампа виновным. При всем том, как сегодня многие республиканцы постоянно повторяют как мантру о том, что это страшный день, самый черный день, что это суд, стиль советов, что это страшно, все, что происходит. За все это время, пока велось это следствие, никто из них так Трампу и не помог. Адвокаты, на которых он платит огромные деньги, сегодня выходили чуть ли не со слезами, говорили о том, какой кошмар происходит, какой ужас, как страшно то время, в которое мы живем. Я хотела бы их спросить, когда был назначен вот этот спецпрокуратор со странной фамилией Джек Смит. Это как у нас в России Иван Иванов. Так когда он был назначен и была уже известна информация о том, какой конфликт интересов он представляет, что его жена была донором компании Обамы, что она работала с Мишель Обамой, что сам он участвовал в страшнейшем скандале от АРС под руководством Луи Лернер, которые кошмарили консерваторов из нон-профит организаций и фактически разогнали Типари, потом извинялись перед ними, но Типари практически теперь не существует. Так вот, как раз Джек, этот самый Смит, был одним из тех, кто это делал. Вся эта информация была известна, кто он, чем он занимался. И никто из этих судей так и не подал голоса о том, чтобы отозвать его, что ему нельзя давать заниматься таким вопросом. Теперь мы пришли к странному стечению, что он, понимаете, засудил Трампа. Где вы раньше были? За что вам платили деньги? За что платим мы деньги нашим замечательным конгрессменам, которые уже шесть месяцев у нас размахивают руками и говорят о том, что надо импичмент выдвинуть и Гарланду, и Рэю, и тем, и всем. Когда на голубом глазу никто из ФБР или Минюста не собираются даже сотрудничать с ними, когда все достается такой кровью, и мы только угрожаем, напишем еще одно письмо, потом пренебрежение, значит, Конгрессу, потом еще, еще, и ничего, ничего не делается. Трамп один борется со всеми, и никто ему, никто ему в этом не помогает. Вы говорите о том, что это самый черный день в истории Америки. А я хочу вам сказать, что черный день был 19 декабря 2019 года, когда был выдвинут первый импичмент Трампу за разговор с Зеленским, который не захотел расследовать коррупцию в своей собственной стране. И при этом... Я понимаю, что там был Конгресс весь демократический, они проголосовали 230 на 197, но генпрокурором был Джеб Сэшнс, республиканец, республиканский генпрокурор был тогда, как он позволил этому свершиться. Вы можете себе представить, чтобы сейчас Марик Гарланд запретил вот этот вот вичхант на Трампа. Сказал бы им, это несправедливое судилище. Нельзя судить президента США, который держал документы у себя в поместье, когда такие же документы были найдены и у вице-президента, который не имел никаких прав рассекречивать их и держал документы по той самой Украине, куратором, который он был, от которой мы теперь знаем, сколько миллионов долларов он получил. Не в то же ли время он получил эти деньги, когда шел скандал и Трампа обвинили в квит-прокво. Кто совершал этот квит-прокво? Уж точно не Трамп. И тем не менее, сейчас мы называем это черным днем. А помнитесь, черный день уже должно прошел. У нас прошел госпереворот. Республиканцы ничего не собираются делать. Надо видеть это и понять, что происходит. Мне страшно думать о том, что нас ждет. А вот на месте Трампа я бы сказала, знаете что? Вы мне надоели. Я не хочу больше из-за вас страдать. Вы недостойны. Вы недостойны. Ни Конгресс, ни эти его адвокаты, плачущие сейчас, ни все остальные, так сказать, выступающие сегодня, следствие шло несколько месяцев. Где вы были? Неужели вы хоть минуточку не сомневались, что Марик Гарланд и этот Джек Смит не вынесет вот этот приговор? Во вторник Трампу надлежит прийти и сдаться, и это будет второй его арест, но теперь уже в кортхаус в Майами. что мы слышим сегодня от самых рьяных, самых лучших наших ведущих с Ньюс Макс и от конгрессменов. Давайте дождемся вторника. «Посмотрим, что будет там». Чего вы еще ждете? Чего вы ждете? Чего вы хотите дождаться? Черный день наступил у нас 19 декабря 2019 года. «Теперь уже поздно. Слишком поздно». Будьте в курсе того, что происходит на самом деле, а не только того, о чем считают нужным вам рассказать. «Тукетс на Твиттер» Используйте возможность свободно говорить о политике без блокировок и банов. «Тукетс на Рамбл» Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе того, что на самом деле происходит с вами. Ваша финансовая помощь нам необходима, чтобы компенсировать затраты на производство политических эфиров, инфоленты и авторских проектов. Поддерживая информационный ресурс без пропаганды и цензуры, вы боретесь с засилием политиков, лишающих нас свободы слова и превращающих наше общество в безмолвных рабов. Используйте PayPal, Zelle, Coffee, а также SuperChat, Rumble и Twitter. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова